Программа выходит при поддержке администрации Псковской области. Настоящее и будущее Псковской области. Какие национальные проекты реализуются в регионе? Какую пользу они приносят людям? Как улучшают и облегчают нашу жизнь? Эти и другие вопросы обсуждаем в программе «Горизонты развития». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это я, ведущий Робин Александр. Сегодня поговорим с вами про культуру финансирования. Сегодня нацпроекты культуры вырастут на 53%. Деньги пойдут на реконструкцию домов культуры и капремонт школ искусств. Что удалось сделать в этом году по нацпроекту культура? Как будет реализовываться проект в 2021-2022 годах? И какие меры поддержки развития культуры необходимы в нашем регионе в первую очередь? Эти и многие другие вопросы обсудим сегодня с председателем комитета по культуре Псковской области Жанной Малышевой. Жанна Николаевна, здравствуйте. Доброе утро. Да, Жанна Николаевна, сегодня поговорим мы с вами про нацпроект культуры не только. Ну и давайте для начала всем нашим радиослушателям расскажем вообще, что же такое нацпроект культура. Что он подразумевает под собой? Ну, прежде всего, это дополнительный инструмент и, наверное, один из основных инструментов привлечения федеральных средств для решения стратегически важных задач, которые стоят перед регионом и перед сферой культуры страны в целом. Конечно же, это и сделать сферу культуры на современном этапе привлекательной, востребованной, комфортной, высокопрофессиональной и высокотехнологичной. Провести образовательные циклы для работников культуры, в том числе, которые работают в глубинке, на селе и у которых, которые, в принципе, наверное, отчасти ограничены в участии каких-то образовательно серьезных программ. Но вот благодаря, наверное, отчасти и коронавирусу сейчас у нас появилась замечательная возможность, потому что большое количество образовательных программ, циклов, вебинаров проходят в онлайн-формате, и это дополнительный ресурс, естественно. Другими словами, это очень большой пласт работы, да, и выполняется на не один и не два года, как я понимаю, этот нацпроект достаточно долгосрочный. А что удалось уже реализовать по этому нацпроекту и что реализовано за этот год по нацпроекту культуры конкретно в нашем регионе? У нас есть определенные достижения в реализации нацпроекта культура, и я всегда при встрече с СМИ говорю о том, что за этими достижениями стоит работа большой, очень серьезной команды во главе с губернатором, администрацией области, комитета по культуре. И, конечно же, всех учреждений сферы культуры нашего региона. Потому что нацпроект культуры – это не просто привлечение финансовых средств, не просто выполнение каких-то точечных ремонтных работ, либо каких-то приобретений. Нацпроект культуры ставит перед нами глобальные цели и задачи, которых мы должны достигнуть. Либо профинансировали нас из федерации, или из согласного, или из местного бюджета, либо не профинансировали. Потому что, действительно, в первую очередь в рамках указа и в рамках реализации нацпроекта мы должны достигнуть индикаторы, которые, прежде всего, достижение которых является оценкой нашей работы, нашей деятельности. В числе таких индикаторов можно назвать повышение посещаемости учреждений культуры, увеличение, например, посещение культурно-массовых мероприятий в три раза, увеличение обращения к интернет-ресурсам, увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовных нравств и их ценностей народов Российской Федерации, исторических, национальных, культурных традиций. Поэтому, на самом деле, цели и задачи, они глобальные, они масштабные, они имеют цифровое выражение, и самая главная цель – это, в общем-то, не сам процесс, а конечный результат, достижение этих объемных показателей, которые характеризуют качество работы с нацпроектом. Жанна Николаевна, в настоящее время финансовые средства по мероприятиям нацпроекта «Культура» в Псковской области освоены на 99,08%. Так вот, подскажите, пожалуйста, где же вот эти вот загадочные 0,92% скрылись? 0,92% – это 766 тысяч рублей, которые на сегодняшний момент у нас не исполнены по кассе по капитальному ремонту дома «Культура Родина». Ремонтные работы на объекте на эту сумму выполнены, сейчас проходит платеж, который буквально через считанные дни даст нам полный объем 100%, и нацпроект «Культура» с большим количеством мероприятий, и финансирование будет выполнено в полном объеме. И самое главное, несмотря на пандемию, наши достижения этого года в том числе, мы перевыполняем индикаторы, о которых я сегодня очень много говорила, которые являются главными показателями. Несмотря на пандемию, несмотря на ограничения, несмотря на то, что долгие месяцы мы в учреждении «Культура» не проводили мероприятия, наш индикатор перевыполнен все равно. Это замечательно, что вам даже, несмотря на такие непростые условия, удается все-таки поддерживать рабочий уровень на достаточно высокой планке. Если говорить о мероприятиях подробно, то, в общем-то, одно из таких глобальных мероприятий – это, конечно же, выполнение ремонтных работ на наших объектах культуры. В общем-то, благодаря нашему проекту мы смогли решить в прошлом году серьезные вопросы, на решение которых у нас, с одной стороны, в нашем областном бюджете ввиду дефицита не было средств для решения, а с другой стороны, потребность была велика. Например, в прошлом году порядка 11 миллионов рублей мы привлекли на завершение ремонтных работ Дома культуры Бижаницы. Были выполнены работы по строительству пристройки к Дому культуры, концертного зала, но сам Дом культуры, в общем-то, находился в ненормативном состоянии, и мы говорим, в общем-то, о районном центре, муниципалитете. Поэтому, конечно, это было ненормально до момента, когда мы буквально несколько лет назад не начали движение в этом направлении, более 20 лет в районном центре не было Дома культуры. И именно вот нацпроект культуры помог нам завершить этот объект. И на сегодняшний день это современный, красивый, очень востребованный, очень достойный объект, который соответствует всем требованиям и нормативам сегодняшнего дня. Это и современное технологическое оборудование, световое, звуковое, видеопроекция и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это вот маленький пример. Деревня Красина. На протяжении долгих и долгих лет у нас были наказы избирателей по строительству Дома культуры в деревне Красина. И, к сожалению, у нас не находилось средств, чтобы исполнить эти наказы, которые, в общем-то, мы слышали избирателей в предвыборных кампаниях. Ну, вот благодаря нацпроекту точно так же мы закрыли вопрос. Порядка 9 миллионов рублей было приспособлено по решению администрации здания. Здание отреконструировано, и это очень маленький, компактный, но настолько продуманный и качественно сделанный, выполненный объект. Мы надеемся, что он будет радоваться. Востребован среди жителей. Будет востребоваться. Да, к сожалению, вот... Сейчас, да, сложно это сделать, представить. Да, да, к сожалению, да, ограничительные мероприятия, они не позволяют в полной мере запустить наши объекты. Но, тем не менее, я хочу заверить вас, что, в общем-то, все учреждения культуры у нас и в рамках ограничительных наших мер работают, и работают очень качественно. Если по направлению ремонтных работ на объектах культуры говорить по 2020 году, то, наверное, мы уже многое слышали о Доме культуры в поселке Родина, который действительно точно так же востребован. Дом культуры очень качественно работал до момента капитального ремонта, муниципалитет исполнил проектно-смертную документацию. Мы, конечно, понимаем, что в таком развивающемся активном районе это просто жизненная такая необходимость. Там сейчас арт-резиденция целая создается, насколько я понимаю, вот именно на месте Родинского дома культуры. Можно называть это по-разному, да, но мы называем его как юрлицо. И по существу, ну вот, и хочу сказать о том, что мы, помимо федеральных привлеченных средств порядка 12 миллионов рублей, по решению губернатора существовали проблемы на объекте, они возникли после там вскрытия полов, после там вскрытия каких-то моментов, вскрытые такие вот работы возникли, которые необходимо было выполнить. Помимо этого, не заложены деньги финансирования капитальных ремонтов по приобретению оборудования, звукового, светового, кресел, концертном зале, технологическое оборудование в библиотеке и так далее, и так далее. То есть, и по решению Михаила Юрьевича было выделено дополнительно более 6 миллионов рублей. И средства областного бюджета с тем, чтобы объект был завершенным, чтобы мы могли... Уплектован как раз таки техникой, да? Да, 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 чтобы он мог работать полную силу, так, как это положено, так, как это требуется на сегодняшний день. Потому что, если мы говорим о том, что у нас существует индикатор по количеству посещений учреждения, посещений мероприятий, мы должны понимать, что мы должны быть конкурентоспособны, мы должны быть интересны, привлекательны, должна быть комфортная, красивая среда, куда хотелось бы прийти и где можно было бы получить... либо отдохнуть, либо получить информацию, либо получить образовательный цикл, либо пообщаться. Формы досуга и культуры непосредственно. Абсолютно, да, мы это прекрасно понимаем, поэтому мы не могли оставить просто объекты после капитального ремонта. Повторюсь, капитальный ремонт не предполагает оснащения, поэтому были приняты такие решения. То есть, другими словами, если бы не было средства из областного бюджета, то это было бы просто красивое отремонтированное здание, да? Наверное, да, скорее всего. Да, но благодаря областной финансированию получилось начинку еще туда добавить. Да, да, ну и, в общем-то, и ремонт на работы тоже, в общем-то, выплыли дополнительные, поэтому за счет этих средств из областного бюджета нам удалось перекрыть этот дефицит. Ну, автоклубы, наверное, тоже очень многие слышали. Очень многие, да. Очень интересная история, на самом деле, и нам есть чем гордиться, потому что в начале года мы заявили и в полпредстве, и в Министерстве культуры о том, что Псковский регион претендует стать, претендует разработать пилотный проект, разработать уникальную модель автоклуба, потому что на базе автобуса ПАЗ. Объясню, в прошлом году наши коллеги, мы не получали по этому направлению финансовые средства, получали наши коллеги из других регионов, и мы отслеживали закупки. Были закуплены небольшого параметра транспортное средство, как, например, автомобиль Газель, который предполагает такой откидной борт, в общем-то, и, ну, вы понимаете... Трансформирующийся в сцену. Трансформирующийся в сцену, да. Но размер этой сцены, он... Ну, вы сами понимаете, автомобиль Газель... Ну, да, да, жанра стендап, наверное. Да, я не буду... Да, и каждый понимает, что это могут быть за размеры и параметры. В интернете есть фотографии, поэтому все это можно посмотреть. Когда мы завершивали, в общем-то, всю эту историю и принимали решение, принимать ли нам участие в этом мероприятии, заявляться ли, мы поняли, что... Мы, в общем-то, заявляемся и агрессивно заявляемся по всем направлениям... В хорошем смысле этого слова. В хорошем смысле этого слова, да. По всем направлениям, и об этом свидетельствует наше достижение, рост привлечения средств в нас в проекте, да. Мы поняли, что мы готовы принять участие, но предложить какую-то свою историю. Поэтому мы расторговались, нам очень повезло с подрядчиком, мы объяснили, что мы должны быть первыми и лучшими. И найти такие инженерные решения, которые будут разрабатываться впервые в стране. И, я думаю, будут с большим удовольствием использоваться в дальнейшем нашими коллегами. Объясню, почему. У нас очень много населенных пунктов, в которых отсутствует учреждение культуры, библиотеки, потому что неэффективно, да. Например, если мы имеем сельскую местность, пять домов, содержать ту культуру. Конечно, хотелось бы этого, но, к сожалению, мы живем в современных реалиях и в рамках наших бюджетов. Но, тем не менее, граждане имеют право на реализацию своих консультационных прав, а мы, в свою очередь, должны им обеспечить. Предоставим, да. Вот, поэтому вот такой клуб на колесах, это, в общем-то, такое решение проблем очень многих населенных пунктов. Почему автобус пас? Потому что нам хотелось иметь модель, которая бы позволила в одну автотранспортную единицу, вот в одном клоконе, иметь и сценический комплекс более серьезных параметров, и комплект аппаратуры серьезных параметров. Но, при этом, мы хотели добиться того, чтобы этот же автоклубус мог перевозить и артистов. Потому что, имея автомобиль «Газель», мы понимаем, что за «Газель» у нас должен ехать еще пас. Таким образом, таким образом, муниципалитеты, которые являются балансодержателем автоклуба по итогам, должны иметь два гаража, двух водителей, соответственно, техосмотры, налоги и так далее. То есть, такой возможности у наших муниципалитетов нет. Поэтому, ну и наряду с этим хочу сказать, что у многих муниципалитетов в сфере культуры вообще отсутствовал транспорт долгие годы. При сюда же выехать было достаточно сложно. Каким-то домам культуры приехать в региональный центр не было возможности. Сейчас такая возможность появится, да? Абсолютно верно. Потому что, да, значит, автоклуб, чем он начинен? А это серьезная история. Действительно, автономный дом культуры на колесах. Он имеет свой дисгенератор, который, в общем-то, позволяет выехать в поле, развернуть сцену, укомплектовать ее световым, звуковым оборудованием, которое перевозится здесь же в определенном отсеке. Сделан еще грузовой багажник на самом автобусе, значит, световое, звуковое оборудование, крыша, да, для сцены. Но я хочу подчеркнуть, что и сцена является трансформером. Ее можно складывать в квадрат, в прямоугольник. То есть, и площадь ее составляет 18 квадратных метров. То есть, это уже другое сценическое пространство и другие возможности. Тут же танцевальных полетелом есть и разгуляться. Ну, по крайней мере, хоровым коллективом, в общем-то, разместиться комфортно, это точно. Благодаря качественно отторгованным нашим мероприятиям, мы торговались трижды, нам удалось закупить очень качественное оборудование, световое, звуковое, в общем-то, очень высокого класса. И комплектация каждого автоклуба, она, в общем-то, позволяет озвучить даже площадь. То есть, настолько мощно. И, в принципе, оно является съемным и при необходимости, если, например, есть дом культуры, где можно, допустим, разместиться, у которого нет технических возможностей, можно приехать автоклубом, разместить оборудование и провести необходимые мероприятия. В автоклубе есть спутниковая тарелка, видеопроектор, экран и так далее, и так далее. То есть, ну, в общем-то, такая полноценная, интересная история. Мне кажется, да, что... Мы очень рады, мы очень рисковали, мы первые, первым всегда очень сложно. То есть, в России таких нету? Вот, на базе автоклуба, на базе, вернее, автотранспорта ПАС в России мы первые, первопроходцы. И, в общем-то, мы гордимся нашими результатами. Мы презентовали наш автоклуб в приезд министра культуры Российской Федерации Ольги Борисовны, Андрея Анатольевича Турчака. Мы с удовольствием презентовали наш проект и получили очень высокую оценку. Ольга Борисовна сказала, что одно удовольствие работать в таком комплексе. Ну, конечно, безусловно, так как вы описали этот комплекс, уже захотелось посмотреть на его работу. Но я думаю, что ситуация позволит нам это сделать максимально быстро. А были какие-то сложности в подготовке данных автоклубов? Их хорошо ли знакомо оборудование людям, которым придется с ним работать? То есть одно дело – это поставить автоклуб в тот или иной дом культуры, а второе дело – это найти специалистов, которые смогут на нем работать. Придется ли сейчас таким домам культуры брать к себе штат водителей? Или вот этот момент как будет решаться? Именно касаемо специалистов, обслуживающих данный автоклуб. Ну, я хочу сказать, что на самом деле технологические инженерные решения, они не замысловаты, они просты. Наш подрядчик приезжает, доставляя автоклуб к муниципалитету, они проводили обучающие циклы, разработаны рекомендации по пользованию. Ну и самое главное, что бы я хотела сказать, что нам удалось все это сделать благодаря такому активному влечению специалистов из муниципалитетов в нашу общую команду. Потому что на самом деле, знаете, иногда действительно сбывается, зачастую так, когда тебе что-то падает сверху, оно навязано, оно не тобой, ты туда ничего не вложил, оно тобой не придумано. Да, теперь надо делать. И поэтому ты иногда относишься как-то так более спокойно и более равнодушно. А когда это твое действие, когда ты мозговым штурмом командой мы ставили ВКС, мы обсуждали, какое должно быть комплектование... Ну, хочу сказать, что методики комплектования, они утверждены Министерством культуры, и перечень того, что должно быть в автоклубе, утверждены также Министерством культуры. Поэтому каждый в своем муниципалитете формировал свое техническое задание. И формировали это задание специалисты, которые работают со светом, со звуком. Вот, поэтому, конечно же, ну, во-первых, был интересен сам процесс такого мозгового штурма. Во-вторых, конечно, люди, когда вложили, когда они думали, вкладывали свои силы, энергию, когда они получили результат, конечно же, они к своему детищу относятся трепетно, уважительно, и я думаю, что они будут активно использованы действительно в работе. Ну, когда же можно... Я понимаю, что вопрос, возможно, не к вам, да? Когда можно будет увидеть автоклубы в деле? Может быть, какие-то новогодние праздники сейчас будут? Будет разрешено с автоклубами или пока еще такой информации нет? Ну, на сегодняшний день культурно-массовые мероприятия у нас пока не разрешены. Не разрешены, да, давайте. Не разрешены, да, но тем не менее автоклубы уже в некоторых муниципалитетах активно работают. Восемь муниципалитетов получили у нас автоклубы в этом году, восемь муниципалитетов у нас получат в следующем году, и семь автоклубов мы еще получим еще в 2022 году. Итого более 100 миллионов мы привлекли на реализацию этого мероприятия. Фактически все муниципалитеты у нас получат автоклубы. У них будет возможность обслуживания населения в отдаленных, малонаселенных пунктах. Ну, и наряду с этим и в районных центрах, потому что это полноценная уличная концертная площадка. Ну, говоря про сложную ситуацию, вот как-то ситуация с пандемией помешала? Ну, помешала ли ситуация с пандемией вообще на реализацию нацпроекта конкретно в этом году? Ну, вы знаете, мы оптимисты, потому что в культуре по-другому. Да, энтузиасты и оптимисты. Ну, в общем-то, никак нельзя. И я вот поделюсь своими личными впечатлениями. Когда вышел указ президента, мы получили разнарядку от Министерства культуры до 2024 года. Увеличить, я уже говорила, увеличить число посещений на 15% организации культуры. И пять раз увеличить число обращений к цифровым ресурсам. Вот то, что касается 15% посещения организации культуры, благодаря вложению в последние годы в сферу, да, все-таки, в общем-то, довольно-таки много учреждений культуры. Мы затронули ремонтными работами, либо приобретениями и в рамках нацпроекта, и в рамках партийного проекта партии «Единая Россия» местный дом культуры. По этой линии мы тоже ежегодно получаем более 20 миллионов. Это тоже для нас огромное подспорье и огромное спасибо за эти вложения системные. Но, честно говоря, были серьезные опасения увеличения в пять раз число обращений к цифровым ресурсам. Потому что, в общем-то, если говорить о сельских домах культуры, которых у нас много, если говорить о сети, которые в большей части у нас находятся на селе, мы понимаем, что люди привыкли к простому человеческому общению. И, находясь в небольшом пункте, проходя мимо магазина «Молодом культуры», всегда можно прочитать объявления, знакомиться с планом работы, или когда ты идешь на почту, например. А, в общем-то, такой необходимости, ну, сложно было, как сказать, подвигнуть работу с сайтами, работа в сетях. Онлайн-трансляция и прочее. Ну, с одной стороны, я понимаю, это требует денег, но, с другой стороны, иногда многое зависит от желания. Потому что, благодаря Министерству культуры на протяжении последних долгих лет мы, в общем-то, укомплектовывали учреждения культуры, библиотеки компьютерной техникой и подключение к сети интернета. И на это выделялись средства ежегодно Министерством культуры. То есть это была такая плановая работа? Это была плановая работа на протяжении нескольких лет. И, в общем-то, у нас на сегодняшний день уже некоторые муниципалитеты отказываются от этих средств, потому что у них нет интернета. Есть такие точки тоже, к сожалению. И поэтому, конечно, были очень большие переживания. В пять раз это серьезная обязанность. И не выполнить, вот как же достигнуть. И вот здесь, конечно же, к сожалению, такая неприятная история. Вынужденная. Вынужденная история. Вы посмотрите, она настолько нас подтолкнула, что все учреждения, когда были ограничены мероприятия в оффлайн-формате, мы ушли в онлайн. Тем более, в год 75-летия Великой Победы, огромное количество акций, которые нам предлагали к реализации совместно по всей России. И много интересных проектов. Да, то есть, в общем-то, это подтолкнуло и научиться, и понять, что это перспективно, что это удобно и так далее, и найти много-много плюсов в этой ситуации. Поэтому, вот, в общем-то, у нас перевыполнены показатели не только по посещаемости, но и также по обвлечению в онлайн. Да, и по обвлечению в онлайн в том числе. Но, как вы думаете, Жанна Николаевна, после снятия ограничений, надеемся, что все скоро будет хорошо, такие формы работы, да, они в домах культуры останутся, там, онлайн-концерты, там, зум-конференции, еще что-то, они останутся, захотят ли, ну, сотрудники, будут ли потребностью граждан, да, Либо же после снятия тех ограничений опять вот эта вот сфера интернета в домах культуры, ну, интернет-работы с гражданами, она просядет. Она не просядет, потому что, в общем-то, наверное, любой здравомыслящий человек и работник культуры, он понимает, что это продвижение. Это мощное продвижение, мощное продвижение себя, в общем-то, во всем пространстве. Ну, как сейчас говорят, тебе нет в интернете, тебе нет нигде, да? В общем-то, да, поэтому одно другому не мешает, а должно дополнять, да, например, если говорить о театрах, конечно, никогда не заменит онлайн-трансляция спектакля, просто... Место в портере. Его посещение, да, его место в портере, потому что, действительно, это такое живое искусство, которое, даже посещая каждый раз один и тот же спектакль несколько раз, ты получаешь разные эмоции, ты переосмысливаешь и так далее. Но хочу сказать, что в качестве продвижения, да, в качестве заявки о себе, в качестве ознакомления с творчеством твоих коллег, это, конечно же, очень мощный ресурс. Ну, кто-то не может пойти в театр, потому что он заболел, кто-то не может пойти в театр, потому что у него, может быть, недостаточно средств, чтобы пойти большой компанией, которая хотела бы пригласить или там большую семью. Все вместе, да. Все вместе, да. Или хочется посмотреть премьеру ведущего театра нашей страны, либо какой-то шикарный исполнительский концерт. То есть все это дает возможности колоссальные. Поэтому я думаю, что наша работа в оффлайн-режиме, она будет дополнена работой в онлайне. То есть это уже пришло в нашу жизнь, и мы поняли, что это удобно, комфортно, что это, в общем-то, механизм и инструмент. Современного взаимодействия. Абсолютно. И своего продвижения, и своего, как говорится, повышения, своего профессионального уровня. Потому что здесь действительно возможности не ограничены. Жанна Николаевна, совсем немного времени остается на диалог. Вот в связи с пандемией отменены многие мероприятия, в том числе и событийные. Как-то будет формироваться событийный календарь на 2021 год? Уже есть какие-то наметки или пока сложно? Безусловно, нет. Мы при формировании бюджета, при формировании принятия первых параметров бюджета, все наши брендовые мероприятия, все мероприятия, которые входят в национальный календарь событий России, и все мероприятия, финансирование этих мероприятий запланировано. Но будем смотреть, как у нас будет все складываться по нашим ограничительным мерам. Но мы готовы, мы рвемся в бой, мы мечтаем, мы уже фантазируем, мы готовим сценарные планы и будем готовы к любой ситуации. Жанна Николаевна, какие еще мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Культура»? Ну, в первую очередь, я бы хотела назвать мероприятие по созданию модельных муниципальных библиотек. На это мероприятие у нас предусмотрено по нацпроекту до 2021 года порядка 43 миллионов. В прошлом году три модельные библиотеки мы создали. Это прекрасное, комфортное, современное, интересное пространство. То есть библиотека на сегодняшний день становится уже не только местом книговыдачи, а действительно, в общем-то, комфортного времяпрепровождения, образования, дополнительных услуг и так далее. Ну, просто приведу пример. Например, библиотека, модельная библиотека, которую мы открыли в Острове в этом году, они открыли в своей библиотеке студию звукозаписи. Ну, понятно, что этим они привлекут молодежь. Понятно, что есть большое количество детей, молодежи, пожилого поколения, которые упробуют себя развить, свои творческие таланты. Записывать аудиокниги. Пожалуйста, приходите, записывайте аудиокниги. Эта возможность будет. Свою печатную типографию приобрела у нас Порховская библиотека и так далее. Три библиотеки мы планируем еще в следующем году. И, конечно же, будем принимать активное участие в конкурсном отборе на последующие годы. Потому что, подчеркну, многие мероприятия, в том числе и модельные библиотеки, средства привлекаются на конкурсной основе. Абсолютно. Это итоги нашей работы. Очень необходимое мероприятие, которое мы принимали участие в 2019 году, примем участие в 2021 году, это комплектование музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами образовательных учреждений в сфере культуры. Это наши ДШИ, детские школы искусств. Порядка 50 миллионов рублей у нас уже предусмотрено. В 2019 году 16 миллионов рублей привлекли на приобретение музыкальных инструментов, обновление парка музыкальных инструментов, потому что, ну, ни для кого не секрет, не будем скрывать лукавить. В общем-то, износ инструментов в музыкальных школах очень высок. Поэтому в этом направлении, пусть небольшими глобальными, такими крупномасштабными цифрами, как нам хотелось бы, но методично, в общем-то, эта работа ведется. На 2021 год мы получили тоже порядка 16 миллионов рублей по этому направлению. Именно на, скажем так, на инструменты, на обновление, на приобретение. На приобретение инструментов, да. Ну, в общем-то, Министерство культуры определяет музыкальные школы, которые получат инструменты по рейтингу. То есть на сегодняшний день нужно быть действительно конкурентоспособным, чтобы получить какие-либо средства из федерации. Еще одно мероприятие, которое у нас появится с 2021 года, по новому указу президента, который продлил реализацию у нас проекта «Культура» и других у нас проектов до 2030 года, у нас появится мероприятие по модернизации региональных, муниципальных детских школ искусств. Напомню, что с домами культуры мы работаем уже на протяжении нескольких лет. Появились средства по направлению библиотек, потому что их не было. И, в общем-то, огромное спасибо президенту за такое решение, потому что детские школы искусств, они тоже требуют, в общем-то, укрепления материально-технической базы и приведения помещений в нормативное состояние, потому что, в общем-то, в дефиците бюджетов на протяжении долгих лет также вложений в детские школы искусств не происходило. И мы очень довольны своим результатом. На 2021 год мы сможем отремонтировать две школы, это в Невле и в Усвятах. Общий объем финансирования составит порядка 26-6 миллионов рублей на 2021 год. Это тоже наши достижения, были заботные проекты, и, в общем-то, мы смогли убедить министерство. Тоже на конкурсной основе-то, да? Естественно, мы защищали свои проекты, мы убеждали, что именно эти учреждения нам нужны, и нам нужно два учреждения, а не одно. Конечно, заявка у нас была на 9. Но, тем не менее, два учреждения на 2021 год мы получили. И финансирование, в общем-то, довольно-таки приличное. В Невле у нас порядка 20. Проектно-смертная документация на 21 миллион. Оставшие средства это Усвяты, в соответствии с проектом. Вот такое, в общем-то, новое мероприятие. Ну и последнее мероприятие, в общем-то, еще одно мероприятие. Я сейчас говорю о капитальных вложениях, о подпроекте «Культурная среда». Это строительство Центра культурного развития, который мы запланируем на 2022-2023 год. Но эти цели из Федерации нам выделят 134 миллиона рублей. То есть вот такое тоже радостное событие. А что это за центр такой? Это Центр культурного развития, который мы планируем построить на земельном участке, который находится в шаговой доступности от нашего объекта, о котором сейчас много говорится, «Таблетка», так называемая, в котором через несколько лет у нас, наверное, появится, в котором после проектирования и привлечения средств из Федерации, определенных источников и выполнения реконструкции, у нас будет красивый современный театр кукол, который будет не только выполнять функцию театра кукол, а там предполагается и музейное пространство, и высочное пространство. Мы знаем, что неподалеку находится Дом детского творчества, и на соседнем участке будет построен Центр культурного развития. Таким образом, в центре города у нас будет сформирован такой творческий кластер. Творческий культурный кластер, да, замечательный. Который будет способен, то есть возможности и потребности любой категории населения. Будет рассчитан, конечно же, и на семейный отдых, и на развитие творческого потенциала, и на реализацию самых разных творческих проектов, межрегиональных, международных и так далее. Ну, я подробно рассказала о подпроекте «Культурная среда», который, в общем-то, нацелен на укрепление материально-технической базы, что, естественно, способствует развитию наших учреждений, на самом-таки, емкие по вложениям. Напомню также, что у нас подпроект «Цифровая культура». Там в этом направлении мы открываем и виртуальные концертные залы. Это тоже очень интересная история, которая позволяет, в общем-то, виртуально… Ну да, долго будем говорить, посмотреть на концерты. Да, 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 уже, наверное, может быть, в следующем репортаж. Да, в следующем обязательно. А также у нас существует еще подпроект, который мы также рисуем, «Творческие иллюзии». Это как раз там творческие проекты, о которых вы говорили. Это наше брендовое мероприятие. Это мероприятие… Это также грантовая поддержка наших творческих коллективов. Вот, как пример, например, приведу наш любимый выдающийся ансамбль «Сказ». Константин, руководитель Константина Абабков, да. Ну вот, например, в прошлом году они приняли участие в конкурсе в рамках нацпроекта «Творческие иллюзии». Они приехали в Москву, выступили в отборочном концерте, в просмотре, получили 2 миллиона, и победители и уехали. Вот такая возможность есть. Пришел, увидел, победил, да? Да, существует на сегодняшний день для любого творческого коллектива из любого региона. То есть нужно быть… Замечательно. Да, да, нужно быть действительно на высокопрофессиональном уровне, конкурентоспособном. И, в общем-то, тогда все получается. Жанна Николаевна, большое спасибо вам за интервью. Надеемся, что все получится у нашей культуры. Ну и все планы, которые вы озвучили, будем с нетерпением ждать их реализации. Спасибо. Спасибо.